В Беларуси разработали новый вид изделий медицинского назначения. Завершён научный проект, который выполняли в РНПЦ. Речь о эталонных штаммах микроорганизмов. Это обеспечит доступность ЭШМ для микробиологических исследований, снизит затраты на приобретение лабораторных стандартов. К тому же это определённый вклад в импортозамещение. Минобразование озвучило результаты второго централизованного экзамена. В испытаниях по 13 учебным предметам приняли участие свыше 53 тысяч человек. 100 баллов набрали 765 учащихся, 0 у 60 выпускников. Подсчёт 2С и предстоящего ЦТ, напомним, осуществляется по новой методике, которую применяют при проведении репетиционного тестирования. Жилищный фонд готовит к отопительному сезону. Специалисты осматривают тепловые узлы и проверяют оборудование, проводят профилактический ремонт и гидропневматическую промывку системы после тестового испытания. Подготовку коммунальной службы начали сразу же после отключения батарей. Деглайн всех работ в середине июля. Получить паспорта готовности нужно до 1 сентября. На работу в студенческих отрядах подали заявки более 31 тысячи человек, на 1200 больше, чем в прошлом году. В списке принимающих организаций объектов 1270 наименований. Предусмотрено почти 38,5 тысяч вакансий. Открытие третьего трудового семестра запланировано на 24 июня, в канун Дня молодежи и студенчества. БелЖД более чем на 20% увеличило перевозки в международном сообщении. Еженедельно между Россией и Беларусью курсируют порядка 150 поездов. Самые популярные рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Из столицы составы регулярно отправляются также в Адлер, Калининград, Мурманск, Архангельск и Анапу. 14 июня добавится и Самара.